Думаю, что некоторые из вас, парни, только что поняли, что вы живёте в одном доме с женой. Лично я только что понял, что у меня ещё четыре ребёнка. Это видео не о том, как пережить конец света, это куда серьёзнее. О чём я говорю? Вы застряли дома со своим соседом или партнёром, с семьёй и проводите с ними больше времени, чем когда-либо думали, что это возможно. Первый навык – это научиться лучше говорить. Серьёзно, многие из нас никогда не были так близко с семьёй или с соседом по комнате. Так много времени. И в течение такого длительного периода. Именно поэтому научиться правильно разговаривать – это очень важно, потому что вы не хотите разругаться с людьми, с которыми вы застряли. Мой совет такой – не судите, не обвиняйте, а слушайте людей. С суждениями мы это постоянно делаем. Мы делаем выводы о человеке ещё до того, как он открыл рот. Мы уже сделали выводы. Поэтому постарайтесь начинать беседу с расширенным взглядом. И если что-то происходит, то не стоит винить кого-то. Что-то будет происходить, будут появляться проблемы. Но обвинения никогда не помогут вам доказать очевидное. И, наконец, слушайте. Это то, с чем у нас больше всего проблем. Мы не выключаем компьютер и продолжаем говорить по телефону. Мы многозадачные. Мы слушаем, на самом деле нет. Мы слышим звук, но не обдумываем его. Поэтому отдайте телефон, оторвитесь от компьютера и вслушайтесь в то, что вам говорит другой человек. Старайтесь сохранять позитив и не надо ворошить прошлое. Относитесь к людям как к вип-персонам. Вы увидите, как многие проблемы рассасываются самостоятельно. Далее давайте посмотрим и решим, что важно, а что нет. Многие, наверное, остались без работы. Другие переживают по поводу работы. Некоторые из вас думают о том, как привлечь деньги в свой бизнес. Поэтому надо посидеть, подумать и понять, где вы можете сделать изменения. И эти изменения не обязательно должны быть кардинальными для того, чтобы вы смогли увидеть результаты. Лично мы решили дома отключить отопление. Мы теперь следим за тем, чтобы выключать свет. Да, мы, может, не так много денег экономим на этом, но это реальные деньги. Для кого-то пересмотр важного может оказаться болезненным или возмутительным. Вы можете понять, что вам на самом деле и не нужны две новые машины и кредит, которые надо по ним выплачивать. Следующий навык для выживания – заведите себе аварийный план. В зависимости, где и с кем вы живете, у вас должен быть запасной план. В случае пожара или урагана, что вы будете делать. Но вы должны также рассматривать и другие сценарии. Если вы потеряете работу, что вы будете делать? Вы превысили свой кредитный лимит и у вас закончились сбережения. У вас есть та самая точка отчета, когда вы соберете свои вещи и вернетесь в Калифорнию обратно в Индиану? Сила запасного плана заключена не в самом плане, а в том, что вы проходите через сам процесс. Вы говорите со своим братом и со своими родителями. Есть ли возможность, чтобы вы вернулись? Вот о чем надо думать сейчас, вместо того, чтобы ждать тот момент, когда вы попадете в эту ситуацию, и вам придется искать, у кого одолжить денег, чтобы поехать домой. Следующий навык, который нужен мужчине – это понимание ситуации. Давайте разделим наше сознание на пять уровней. У нас есть забвение, осознание, тревога, борьба и перенапряжение. Лично по мне, так, единственная ситуация, когда можно придаться забвению, это когда вы спите у себя дома в бункере. Также не очень прикольно проводить много времени в состоянии тревоги или борьбы, потому что они забирают много энергии, что приводит нас к пятому уровню – перенапряжению. Так где же лучше всего находиться большую часть времени? Вот тут, в состоянии осознанности. Потому что, когда вы находитесь в состоянии осознанности происходящего, то вы понимаете, где проходит базовая линия сценария. И вы тогда можете смотреть дальше этого и видеть аномалии, потому что это привлекает ваше внимание. И, конечно, одна из проблем заключена в том, что сейчас происходят серьезные изменения. И, казалось бы, обычные вещи становятся аномальными. Поэтому многие люди теряют очень много энергии, и их нервная система горит, потому что они находятся в состоянии тревоги большую часть времени. Поэтому надо быстро понимать основу происходящего и быстро распознавать аномалии. Итак, следующий навык для выживания дома очень сильный, но многие даже не хотят слышать о нем, потому что это не круто. И это предостерегать себя от плохих ситуаций, понимая их первопричину. Например, вот вам кружка. У меня были такие по всему дому, пока однажды моя дочка не пролила из нее кипяток на свою ногу. Знаете что? Мы попали в скорую с ожогами второй степени. Это было ужасно. И тогда я решил, что такое не должно повториться. И все это случилось, потому что у этой кружки очень маленькая донышко. Поэтому мы выкинули все эти кружки и заменили их вот на такие, у которых более широкая донышко. И знаете что? Больше никогда ничего не пролилось. Уверен, что у каждого в доме найдутся такие вещи, которые ждут какого-то случая. Например, когда вы режете овощи ножом к себе. Или вы пользуетесь тупым ножом, который гораздо опаснее, чем острый нож. Или когда вы пилите и не надеваете защиту для глаз. Защитите себя от поездки в неотложку, потому что это вам обойдется гораздо дороже. Так что принимайте меры, чтобы этого не случалось. Давайте взглянем на аптечку. У вас должна быть аптечка с комплектом для оказания первой медицинской помощи. Потому что если вы порежетесь, и да, вы никогда не получали заражение от порезов, но всегда что-то бывает в первый раз. Но если вы не обработаете рану, не наложите повязку. Таким образом вы можете уберечь себя от того, чтобы загреметь в скорую помощь. Давайте обсудим что-то более серьезное. Что случится, если вы заболеете? Знаете ли вы, как сбить температуру? У вас есть таблетки? У вас есть кто-то, кто мог бы вам помочь? Есть кто-то, кто принесет вам еды? Есть человек, который согласится посидеть с вами? Поймите, что это все реальные сценарии. Поэтому вы должны быть уверены в том, что вы подготовлены. И у вас есть люди, на которых вы можете положиться в том случае, если все станет совсем плохо. И поговорим о еде, господа, в случае, если вам придется выживать дома, то вам надо научиться готовить. Да, вы знаете какие-то основные вещи. Но пришло время почитать и разобраться, для чего нужны разные сковородки, как разные масла реагируют на температуру, как правильно жарить мясо. Если у вас получается мясо как резина, вы знали, что его можно замариновать, чтобы оно стало более сочным? А затем жарить его на высокой температуре, чтобы сделать корочку и сохранить вкус внутри. Я лично этого ничего не знал, пока пару лет назад не стал интересоваться всякими секретами. И при помощи простых ингредиентов, мой уровень готовки стал гораздо выше. Поговорим о переработке. Нет, я не буду говорить вам, что пластиковую бутылку надо выкидывать в правильный контейнер. Я хочу сказать, что когда вы готовите себе еду и используете всякие вещи, то ищите дополнительные применения для них. Вот вам пример. Когда вы запекаете курицу, вы знали, что можно взять весь сок, который остался, и приготовить вкусный мясной бульон? Так вы понимаете, что что-то можно не выбрасывать, а использовать. Или вы использовали фольгу для запекания курицы, то можно потом ее использовать, чтобы накрыть и сохранить тепло. Кстати, блестящая сторона должна быть внутри, чтобы она отражала тепло. Мало кто об этом все знает. Поэтому исследуйте, как вы можете использовать все по максимуму, а не просто выбрасывать. Можно починить компьютер, просто прокачав в нем оперативку. Если вы никогда не пробовали это, то сейчас самое время. Хорошо, поговорим о навыке обслуживания. Вы используете электрическую щетку, пользуетесь зубной нитью, потому что может у вас не получится пойти к зубному ближайшие пару месяцев или полгода. Может год. И если такое случится, когда вы попадете к нему, боже мой. А у вас уже парадонтоз второй степени и всякое такое. Чего могло бы и не случиться, если бы вы следили за своими зубами. Давайте поговорим о вашем доме. Вы знаете, как починить кондиционер или бойлер? Самый лучший способ, чтобы не надо было ничего чинить, это правильно обслуживать и пользоваться вещами. Протирать от пыли, чтобы она не забивалась в створках. Конечно, я понимаю, что не все из вас мастера, но если у вас есть простые инструменты и руки, то при помощи ютюба и кучи разных видео, вы можете починить практически все, что угодно. Еще один навык, который пригодится вам дома сегодня, ваша подготовка. Например, такие вот мелочи, как следить за тем, чтобы ваш телефон был заряжен, чтобы в случае, если вам потребуется куда-то срочно подорваться, то ваш телефон был на все 100%. Ну или что-то более продвинутое. Например, следить за тем, чтобы бак вашей машины был полный на случай поездки. Что у вас в машине есть базовые инструменты и крокодил для прикуривания. Запаска, и вы знаете, как ее поменять. Ну или у вас есть вещмешок. Что это такое? Такая сумка, в которой упаковано все, что вам надо, чтобы вы могли сразу отправиться в путь. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok